Добрый день. Вопрос, конечно, интересный, неоднозначный, относиться к этому нужно по-разному, но на сегодняшний день это работает, поэтому давайте обсудим, почему и как. Но история, в общем, известная. Происходит гибель опухолевых клеток, высвобождение неоантигенов, которые презентируются в лимфатических узлах. Это приводит к тому, что Т-лимфоциты обучаются их распознавать, и циркулирующие Т-лимфоциты проникают к опухоли, и, собственно, то, что нас будет интересовать, именно их последующее взаимодействие в ткани. И сегодня мы сосредоточимся на пути PD-1, PD-L1, потому что путей взаимодействия между иммунными опухолевыми клетками множество, и, конечно, мы знаем гораздо меньше, чем их есть на самом деле. Что касается этого конкретного пути, то экспрессия гамма-интерферона приводит к тому, что на опухолевых клетках экспрессируется элегант к рецептору PD-1, и таким образом опухоль может инактивировать циркулирующие Т-лимфоциты, которые пришли с ней бороться, и ускользать от иммунного надзора. И, конечно, препараты, которые позволяют блокировать это взаимодействие, делают опухоль видимой для иммунитета и дают возможность Т-лимфоцитам реализовать свою токсическую функцию. На сегодняшний день по типам взаимодействия между иммунными и опухолевыми клетками их можно грубо разделить на вот эти три группы. Первая – это богатая опухоль инфильтрирующими лимфоцитами или горячая так называемая опухоль. Как правило, это опухоль с высокой мутационной нагрузкой, с большим количеством неоантигенов, которые хорошо распознаются иммунной системой, и иммунные клетки могут инфильтрировать эту опухоль довольно эффективно. Но зачастую именно на этих клетках опухолевых развивается так называемая адаптивная экспрессия или индуцибельная экспрессия PD-L1. И таким образом, несмотря на выраженную инфильтрацию, опухоль, тем не менее, может не подвергаться цитотоксическому воздействию. Другая пограничная ситуация – это так называемые холодные опухоли, как правило, опухоли с низкой мутационной нагрузкой, которые имеют низкую внутриопухолевую инфильтрацию, то есть очень небольшое количество лимфоцитов, которые непосредственно контактируют с опухолевыми клетками. И, соответственно, этот путь не работает в данном взаимодействии между опухоли и иммунитетом, и не приходится ожидать какого-то эффекта от чекпоэта-ингибиторов. Но чаще всего мы сталкиваемся вот с этим промежуточным вариантом, когда есть инфильтративный фронт опухоли, который окружен валом из иммунных клеток, и формируется такой своеобразный щит из иммунных клеток между опухолью и, собственно, иммунитетом. Как правило, это опухоли, которые имеют низкую индуцированную экспрессию PD-L1. Мы редко среди них видим хай-экспрессоры, так называемые, и, как правило, это именно опухолевые клетки, которые контактируют с иммунными, то есть располагаются по периферии инвазивного фронта. Но разумно предполагать, что если мы блокируем эту цепь PD-L1, можно ожидать какого-то противоопухолевого ответа даже в такой ситуации. Вообще, в принципе, различают так называемую адаптивную экспрессию и конститутивную экспрессию PD-L1. Как правило, экспрессия PD-L1 разной степени интенсивности в разном количестве клеток, если она индуцирована иммунным ответом. Если она ассоциирована с мутациями в генах, кодирующих соответствующие белки, то, как правило, это равномерная диффузная экспрессия в большинстве опухолевых клеток. И здесь тоже очень много вопросов относительно того, будут ли работать препараты или нет, потому что механизм гиперэкспрессии этого леганда, в общем, не связан с иммунной индукцией. Кроме того, мы можем определять экспрессию как изолирована на опухолевых клетках, изолирована на иммунных клетках, что, в общем, свойственно им в норме. Это является одним из механизмов защиты от аутоиммунных реакций. Но чаще всего, конечно, мы видим реакцию смешанную, когда и опухолевые клетки, и иммунные опухолевые, и опухолеинфильтрирующие лимфоциты экспрессируют этот маркер. Почему я об этом говорю? Потому что мы знаем, что у нас есть масса технических вопросов по оценке этого теста. И имеет смысл, конечно, сказать, что на сегодняшний день ситуация такова, что есть только один сопутствующий тест на рынке, который необходим для назначения препарат, то есть необходим его результат. Остальные все тесты являются комплементарными, то есть они не являются условием назначения препарата, но позволяют вам выбрать группу пациентов, которые теоретически в большей степени получат эффект от этой терапии. Всем уже наело оскомину то, что есть масса клонов, есть масса различных платформ, они друг с другом не бьются, и проблема в том, что это связано с механизмом работы конкретного антитела, и в том числе конкретного препарата. И тест-система разрабатывается к разным участкам рецептора или к разным участкам элеганда. Большинство из них разрабатывается к экстрацеллюлярным доменам, и эти маркеры работают лучше на опухолевых клетках. Ну вот от изолизумаб, он изначально был разработан для детекции именно иммунных клеток, и он разработан к цитоплазменному домену, то есть внутриклеточному домену. И поэтому, если мы будем пытаться сравнивать эти антитела, даже по их аналитической валидности, то они не будут сопоставимы друг с другом, именно потому, что у них совершенно разный механизм взаимодействия с рецептором. И кроме того, большая сложность, помимо организационно-технических, и в плане разработки антител, это подходы к оценке. То есть различные пороги, различные требования к оценке тех или иных окрашенных участков. То есть мы можем считать опухолевые клетки. Если мы будем говорить о раке лёгкого, то на сегодняшний день здесь ситуация немножечко упрощается. Мы вроде бы остановились на подсчёте опухолевых клеток, хотя тот же от изолизумаб, который с клоном СП-142 ассоциирован, требует оценки всё-таки иммунного инфильтрата, потому что это совершенно другое по природе антитело. Оно выявляет другую часть рецептора. Но даже если мы возьмём подсчёт позитивных иммунных клеток, то здесь тоже есть небольшой подвох, потому что, казалось бы, аббревиатура одна и та же, но считать можно разные вещи. То есть для ряда маркёров это подсчёт доли позитивных иммунных клеток среди всех иммунных клеток, без учёта количества опухолевых клеток и так далее. Для других же маркёров это так называемый иммун-клауд. То есть это подсчёт площади, которую занимает иммунный инфильтрат в пределах инвазивной опухоли. Это не одно и то же. То есть мы считаем там клетки на клетке, а здесь мы считаем площади на площади, хотя в итоге мы получаем процент. Но они могут сильно с собой не биться, и поэтому именно вот этот параметр по оценке иммунного инфильтрата, он показывает очень низкую межисследовательскую воспроизводимость, и, пожалуй, это был один из поводов, почему стали искать другие механизмы оценки, в том числе для антител, которые работают в лучшем случае с иммунным инфильтратом. И вот сейчас у нас есть такой перспективный подход к подсчёту, как CPS или Combined Positive Score, который является безразмерной, довольно суррогатной величиной, которая предлагает нам делить штуки, количество позитивных опухолевых клеток, позитивных лимфоцитов и макрофагов на площадь фактически, потому что посчитать очень тяжело количество отдельных жизнеспособных опухолевых клеток, и вы видите, мы должны умножить на 100, и если эта величина больше 100, мы должны её округлить до 100. То есть CPS не может быть выражен в процентах, это не процентная единица, это такая безразмерная величина. Ну, чтобы вы понимали, даже посчитать вот эти штуки опухолевых клеток, лимфоцитов и макрофагов не так просто, потому что мы должны из инфильтрата убрать гранулоциты, которые часто не специфически связывают этот маркёр, плазматические клетки, хотя для некоторых систем мы должны их считать. То есть здесь есть масса технических особенностей, что, в общем, делает этот тест очень далёким от золотого стандарта. Для рака лёгкого на сегодняшний день, и в том числе Всемирной организации здравоохранения, постулируется алгоритмический подход к диагностике, в том числе к определению предиктивных маркёров. И на сегодняшний день первым этапом при необходимости, при низкодифференцированных опухолях, является выполнение иммуногистохимического исследования для уточнения линейной дифференцировки, то есть это плоскоклеточный рак, либо железистый рак. И в дальнейшем уже от результатов этого теста будет зависеть алгоритм дополнительной диагностики. Если это аденокарцинома, то в первую очередь, конечно, мы должны исключать наличие активирующих мутаций, и только потом материал попадает на PD-1 тестирование. И из-за того, что материал проходит целый ряд последовательных тестов, чем позже он попадает на тот или иной тест, тем больше вероятность того, что может не хватить материала, если мы говорим о малом материале. Конечно, если мы говорим о материале резекции, вероятность гораздо ниже. Плоскоклеточный рак на сегодняшний день может быть прямо тестирован. Безусловно, в идеальных условиях, в оптимальной ситуации мы должны знать, какой препарат. А клиницисты, которые назначают тест, должны знать, какая есть эта система в лаборатории. Тогда все сойдется. Но не всегда это возможно в силу различных причин. Часть из этих клонов не имеет регистрационных удостоверений на территории Российской Федерации. Если же мы говорим о раке легкого, то, как правило, речь идет о клоне 22С3, он сейчас имеет наибольшее распространение. И те пороговые значения, которые мы используем, они могут быть применимы при тестировании другими клонами. Поэтому с раком легкого все относительно упростилось в этом отношении. Вот у нас есть два готова, два пограничных значения. Это нижний порог 1%. Если мы определяем больше 1% позитивных опухолевых клеток, опухоль считается PD-L1 позитивной. Если больше 50%, то это хай-экспрессор или высокоэкспрессирующая опухоль. И мы ожидаем больший эффект. Есть такой ограничитель в 100 и более опухолевых клеток. В исследуемом образце это, в общем, такая детерминанта, которая позволяет нам определить пригодность материала для тестирования. Но на сегодняшний день опыт показывает, что если мы говорим о PD-L позитивных опухолях, то даже если в образце менее 100 опухолевых клеток, мы можем его тестировать и мы можем эту информацию получить. Если же мы получаем PD-L негативную реакцию в образце, в котором меньше 100 опухолевых клеток, тогда мы не можем достоверно утверждать, что это PD-L негативная опухоль. Вот такая вот ситуация. То есть этот порог артифициальный, абсолютно искусственно придуманный. И можно вот его таким образом несколько рационализировать в практике. То есть это подход, который, в общем, люди, которые в нашей стране, по крайней мере, занимаются PD-L один тестированием, предлагают использовать. Окрашивание может быть разной степени интенсивности. Это опять же создает аналитические сложности при оценке этого теста. И при этом оно может быть не только циркулярное, может быть базолатеральное, может быть пунктирное. То есть это снижает его именно аналитическую простоту и всегда создает определенные сложности, может быть диссонанс при повторном тестировании. И обязательно, конечно, использование внешнего контроля, которыми могут быть клеточные линии, либо ткань миндалины, либо ткань плаценты. Ну и на сегодняшний день, в общем, история не стоит на месте. И более того же, даже для пембролизумаба отказались от верхнего порога. То есть даже для первой линии возможно назначение препарата, у пациентов, у которых есть больше 1% позитивных опухолевых клеток. С одной стороны, это упрощает ситуацию, с другой стороны, все равно репортинг подразумевает описание количества позитивных опухолевых клеток, потому что это позволит нам накопить данные и анализировать этих пациентов, в том числе их ответ на терапию. Ну, опять же, минусы аналитические этого теста, то, что сам по себе маркер является динамическим. Он не является статическим, он может изменяться в зависимости от терапии, в зависимости от каких-то других внешних условий или внутренних условий. Кроме того, есть так называемое понятие внутриопухолевой гетерогенности экспрессии PD-L1. Вот это вот серийные срезы с одного и того же блока, покрашены одним и тем же антител. Вы видите, как разнится доля окрашенных клеток. К этому факту тоже нет однозначного отношения, потому что есть работы, которые говорят о том, что внутриопухолевая гетерогенность существенно влияет на результаты тестирования, есть работы, которые говорят, что несущественная, это не такой большой процент случаев, но в любом случае нужно помнить о такой возможности. И это отчасти один из факторов, который обуславливает необходимость повторного получения материала, из метастатических очагов, из прогрессирующих очагов. Ну и мы знаем, что по своим иммунологическим и биологическим свойствам метастазы в разных локализациях могут существенно отличаться. Так скажем, метастазы в лимфоузлы, печень, в кости и головной мозг могут отличаться не только по молекулярным каким-то параметрам по наличию дополнительных мутаций, в том числе мутаций, характеризующих резистентность к таргетной терапии, но и по статусу PD-L1 и по степени инфильтрации иммунными клетками. Ну и, конечно, это невозможность, как показала практика, гармонизировать клоны, гармонизировать платформы и антитела. И на сегодняшний день, если для рака легкого мы еще худо-бедно определились с пороговым значением, и для всех клонов, кроме СП-142, оно может быть использовано для назначения терапии, то для опухоли и других локализаций это вообще не работает. Ну, собственно, тут перечислен ряд проблем, которые могут быть, и в том числе вот эта история с ложно-негативными PD-L образованиями, если мы говорим о малом биоптате, и гетерогенность, как в пределах опухоли, так и в пределах различных ее очагов. Кроме того, так как маркер сам динамически, это требует повторного забора материала. Кроме того, если мы будем тестировать архивные образцы, то есть данные о том, что образцы старше 5 лет, у них снижается интенсивность экспресса PD-L1, поэтому они не рекомендуются для тестирования, в том числе для ретроспективного. Кроме того, использование различных препаратов не только иммуно-онкологических, но и химиотерапевтических может влиять на экспрессию этого фактора. Различные преаналитические особенности обработки материала могут приводить к изменению аналитических результатов этого теста. Поэтому, что мы можем сказать, что тест, конечно, далек от идеала, мягко говоря. Он сложен для исполнения и сложен для анализа. Но на сегодняшний день это, пожалуй, лучшее, самое простое, что у нас есть. Спасибо большое, Анна Сергеевна. Вы так блестяще представили проблему PD-L-экспрессии в иммунотерапии, в космосе иммунотерапии и диагностики, я бы сказала, иммуно-онкологической диагностики. И сейчас мы хотим выйти на связь с архангельским онкологическим диспансером. Доктора, пожалуйста, у вас есть возможность задать Анне Сергеевне вопрос. Здравствуйте. Очень рад вас видеть всех, уважаемые друзья. Мы с большим удовольствием прослушали лекцию о PD-экспрессии. Я, честно говоря, хотел бы задать вопрос Евгению Наумовичу, если можно еще. Я думаю, сейчас, пока в данный момент у нас такой возможности нет. Вот если, давайте попробуем с Анной Сергеевной. Анна Сергеевна, скажите, пожалуйста, ожидается ли все-таки какая-то гармонизация определения PD-экспрессии, чтобы этот тест по-настоящему был рутинным в нашей практике или нет? На сегодняшний день нет. На сегодняшний день, в общем, мы пришли к тому, что гармонизация невозможна. Если для рака легкого еще можно было говорить о каких-то попытках гармонизации, то для опухоли других локализаций они все провалились. Таким образом, говорить о том, что есть какой-то универсальный, или будет какой-то универсальный тест, универсальный клон, или универсальная платформа пока не приходится. В таком случае, скажите, есть ли какие-нибудь тесты, которые могли бы конкурировать или превосходить по своей эффективности определение PD-экспрессии? Ну, я имею в виду, может быть, TMB, какие-нибудь другие тесты, которые могли бы быть более воспроизводимыми. Это самое главное требование клиники? Ну, определение мутационной нагрузки – очень многообещающий фактор, предиктивный, но это технически непросто и довольно дорого по сравнению с PD-L1. Конкурировать с ним, пожалуй, может быть определение опухоли-инфильтрирующих лимфоцитов. Но это опять же сайт ДП, ну, то есть это зависит от локализации. Подходов стандартных пока нет, они разрабатываются, но пока те данные, которые есть, они, в общем, довольно многообещающие. И это подход, который позволяет даже не использовать никаких дополнительных тестов. То есть для ряда локализаций просто общая внутриопухолевая инфильтрация является предиктором ответа на иммунотерапию без каких-то дополнительных тестов. Более селективно позволяют предсказать при ряде опухолей чувствительность к иммунотерапии, степени выраженности инфильтрации CD8 лимфоцитами. Ну, да, это очень интересно. Анна Сергеевна, скажите, пожалуйста, Ваше отношение к составу кишечной флоры, которая, как известно, может определять чувствительность. Может быть, этот тест окажется достаточно простым, предиктивным тестом, который может для нас выбрать кандидатов для лечения, особенно в нашей стране, в которые, несмотря на выделенный триллион денег, их хватать не будет. Я думаю, что, на самом деле, проблема в том, что наши знания в отношении иммунной системы и взаимодействия иммунитета с опухолью ограничены. Мы знаем какую-то верхушку айсберга и пытаемся уже как-то на это влиять. И микробиоты, судя по имеющимся данным, действительно влияние имеют. Насколько она может быть предиктором, тяжело сказать, потому что проблема именно в том, что вот само взаимодействие непростое. То есть хотелось бы, конечно, бинарный тест. Да, да, нет, нет. Но иммунитет так не работает, к сожалению. Поэтому приходится искать нам какие-то... Так же, как и на сутки так не работают, к сожалению. Терного и белого не существует. Это мы их придумываем. Большое спасибо.